Одна из историй, касающихся данной темы, в которой содержится урок, это история Абу Мас'уда, да будет доволен им Аллах. Она приводится в Сунане Аби Дауда. Ее ясна достоверна. Он сказал, посланник Аллаха, алейхиссалатуассалям, собирался отправить меня в качестве сборщика закята. Это вопрос. Вопрос назначения сборщиком закята, что в нем содержится? В нем содержится некоторая опасность, потому что человек будет взаимодействовать с богатствами, а душа слаба и легко поддается искушению имущества. Во многих случаях, когда некоторые люди начинают заниматься благотворительностью, и к ним в руки попадают большие суммы, например, для постройки мечети, либо для сирот, когда он получает в руки большие суммы денег, которые он никогда до этого в своей жизни не держал в руках, люди посчитали его порядочным и отдали ему эти деньги, чтобы он построил мечеть, или чтобы он построил приют для сирот, или чтобы он помог нуждающимся в своей стране, ему в руки вложили сумму денег, которые он за всю свою жизнь не видел. К нему приходит шайтан и начинает научать ему. Ты занимаешься сбором закята, ты делаешь то-то и то-то, и поэтому тебе полакается доля. Оставь себе десятую часть. Затем он говорит ему, нет, десятой части недостаточно. Возьми четверть, ведь ты заслуживаешь этого. Если бы ты не стал заниматься этим, то эти бедняки вообще бы ничего не получили. Ты сборщик закята, и тебе полагается доля. Тебе полагается то, тебе полагается это. Пока он не возьмет себе значительную часть из него, если не возьмет все. Иногда шайтан может говорить ему, «Вообще-то ты сам был сиротой, и они тоже сироты». Поэтому возьми себе часть в качестве компенсации, ведь ты прожил жизнь сироты в бедности и тому подобное. Так он приводит ему разные уловки, пока он не подтолкнет его в грех да упасет на сала. И подобное происходит часто, даже в Аллахе в наше время. Даже в наше время. Мы должны разъяснять, как разъяснил Ибн-Уль-Каим, должны разъяснять, чтобы мы обратили внимание, в противном случае человек может быть застегнут врасплох. То есть, субханаллах, если человек взял эти деньги и затем использовал их не по назначению, и после того, как он закончил, например, построил на них дом, и после того, как закончил постройку дома, Аллах забрал его душу, и его наследники обрели богатство, а ему осталось что? Грузы наказания. Поэтому человек обязан обратить на это внимание. Абу Мас'уд говорит, посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, собирался отправить меня в качестве сборщика закята и сказал мне, отправляйся, о Абу Мас'уд, но не приходи ко мне в судный день, таща на спине присвоенного тобой ревущего верблюда из числа верблюдов закята. Тот, кто присвоил что-то из закята, в судный день будет нести это на своей шее. Поэтому в судный день придут люди, на шеях которых будут верблюды, на шеях которых будут овцы, на шеях которых будут лошади, на шеях которых будет золото и серебро, на шеях которых будут развивающиеся одежды, как говорится в хадисе Абу Гурейры про присвоение закатного имущества, которое приводится у Аль-Бухари. Он сказал ему, но не приходи ко мне в судный день, таща на спине присвоенного тобой ревущего верблюда из числа верблюдов закята. Абу Мас'уд говорит, я сказал ему, тогда я не пойду, позволь мне, тогда я не пойду. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал ему, а я не стану принуждать тебя. Я не стану принуждать тебя к этому делу. Абу Мас'уд сказал, тогда я не пойду. То есть я боюсь. Это показывает страх, благочестие, отсутствие уверенности в том, что он не впадет в грех. Поэтому я выделил здесь один ценный и полезный вывод для вас, который я услышал от отца на собрании и в толковании к этому хадису во время прохождения Сунана Абедауды. Он да сохранит его Аллах и воздаст благом за нас, сказал, это показывает то, как сподвижники боялись попасть в греховное, и что один из них оставлял что-то из-за боязни, что это приведет к греху. Даже если не было известно точно, случится так или нет. Даже если не было точно известно, впадет он в грех или нет. Абу Мас'уд не уверен здесь, что он впадет в грех или нет, но из побуждения набожности он сказал, тогда я не пойду. И пророк, саллаллаху алейхи ва салям, сказал ему, а я не стану принуждать тебя. То есть, если хочешь, иди. Если не хочешь, не ходи. Но знаешь, что в этом деле есть вот такая вот опасность. Это на самом деле обращает наше внимание на одну пользу, что вопрос сбора имущества не является простым вопросом. И тот, кто работает с имуществом, которое собирается, например, для сирот, или для постройки приюта для сирот, или для постройки школы хафизов, или для постройки мечетей, или для других благотворительных целей, должен знать, что это очень опасное занятие. Человек может подвергнуться искушению, особенно тот, кто беден, тот, у кого мало имущества. Если ему кто-то скажет, я хорошего мнения о тебе, и люди в твоей стране нуждаются в том-то, поэтому возьми эту сумму, например, сто тысяч, а он, возможно, за всю свою жизнь не держал в руках больше двух тысяч реалов, и вдруг к нему в руки попадает огромная сумма, к нему тут же подступает шайтан и душа, приказывающая дурное, а также его низменные желания и многие другие вещи, и таким образом он оказывается в опасности. Посмотрите на великую набожность этого сподвижника, Абу Масруда. Он сказал, тогда я не пойду. Позволь мне. И пророк сказал ему, я не стану принуждать тебя. Если в подобной ситуации человек ощущает в своей душе слабость, пусть скажет, извините, но я не могу. Я не могу. Если он боится за свою душу, то, как говорится, ничего не сравнится с благополучием. Ничего не сравнится с благополучием.